Всем привет! Меня зовут Илья Прусикин и вы смотрите самый народный топ в мире ТОП 5 Дай 5 В сегодняшнем ТОПе вы голосовали за 5 любимых российских фильмов Подчеркиваю, российских, а не советских Итак, за что же проголосовали зрители? Любимый фильм парней 90-х Заряженная тачка, четкие пацаны и клевый саундтрек в исполнении Сергея Шнурова Речь идет, конечно же, о кинокартине Бумер Место номер 5 Никаких правил, никаких законов, никого не жалко И все в таком духе, в духе лихих 90-х снят фильм Бумер Фильм о простых ребятах, угнавших Бумер у какого-то коммерса и случайно убившим сотрудника ФСБ Сядь, сука, ты что не понял? Руку убрал, быстро! Фильм с бюджетом в 700 тысяч долларов и снятый после кризиса 90-х годов Стал одной из первых российских картин, окупившейся в прокате И заработавшей почти 2 миллиона долларов Мелодия из фильма, которая одновременно являлась звуковым сигналом на мобильнике главных героев Стала настолько популярной, что стояла на звонке у каждого второго владельца мобильного телефона Фильм очень популярен тем, что снят вроде бы как и про бандитов, но в то же время им даже сопереживаешь Ведь если судить по фильму, по-другому там и нельзя После популярности был снят даже второй фильм, однако он оказался то ли не таким интересным, то ли мода на бандитизм прошла и в основном в памяти остался лишь первый бумер Осторожно, двери закрываются Именно такой слоган российского фильма «Катастрофы», действия которого разворачиваются в московском метрополитене Итак, на четвертом месте фильм «Метро» Место номер 4 Фильм «Катастрофа. Метро» снимался в 2011 году по мотивам одноименного романа Дмитрия Сафонова Бюджет фильма составил 9 миллионов, часть из которого было затрачено на сооружение 117-метрового туннеля в натуральную величину И использование настоящих вагонов метро По сюжету фильма из-за трещины в туннеле метро прямо под рекой часть его обрушивается прямо перед поездом А герою фильма, спасающему свою дочь, приходится объединиться с любовником жены, чтобы спастись Выход фильма сперва был приурочен к концу света по календарю Майя И именно поэтому один из слоганов фильма был «Метро во всех уцелевших кинотеатрах» Фильм очень полюбился зрителю, не избалованному фильмами-катастрофами из России Что даже помогло не только отбить бюджет, но и заработать почти 6 миллионов Всем известный фильм о непростой судьбе новобранцев во время операции «Магистраль» в Афганистане Девятая рота на третьем месте Место номер 3 Фильм о девятой роте 345-го отдельного парашюта десантного полка Который был самым легендарным подразделением советской армии в Афганистане Начали снимать в 2004 году в Крыму Ты не трогай моих, не лезь к моим, понял? Я к твоим лезть не буду Бюджет картины составил почти 10 миллионов долларов Из которых почти полмиллиона ушло на сцену со взрывом самолета В центре картины молодые парни, призванные в вооруженные силы СССР Под командованием прапорщика, искалеченного войной Ты жди, Роматовый! Дай сюда, сынок! Вот так надо! Их роту определяют держать высоту до прибытия колонны Однако вскоре колонну отзывают назад А про девятую роту, окруженную врагами, как-то забывают Фильм собрал более 25 миллионов долларов в прокате И считается одной из лучших работ Федора Бондарчука Несмотря на многие недостоверности в сюжете Фильм получился динамичным и отлично раскрыл множество актеров В том числе и Константина Крюкова Дебютировавшего в девятой роте И ставшим крайне востребованным актером после Уже ставшие классикой российского кинематографа Распиленные на цитаты Саундтреки, которых знает каждый Брат и Брат 2 Второе место Место номер 2 Легендарные фильмы Брат и Брат 2 Были сняты Алексеем Балабановым С Сергеем Балдровым в главной роли Действие первого фильма происходит в Санкт-Петербурге Куда к брату приезжает уволенный в запас Данила Багров Там он встречает брата и помогает ему с криминальными делами Пытаясь действовать по своим законам справедливости Даня, ну брат ты даешь События второй части происходят в Америке Куда Данила отправляется, дабы отомстить за своего друга по Чечне Вторая часть запомнилась фразой о том, что сила в правде Вот скажи мне, американец В чем сила? Во время съемок обоих фильмов Особенно отличился оператор Сергей Астахов Который в первом фильме снимался в качестве дальнобойщика Так как был единственным с правами на такой транспорт А во второй части делал самопальную пиротехнику Которую не решили сделать профессионалы Добро пожаловать в США Спасибо большое Вот уроды На протяжении обоих частей звучит много музыки российских рок-групп Они стали не только популярнее, но и начали ассоциироваться с фильмами Самые незаметные микро- и нано-наушники ELF никогда не подведут Гарантия 2 года Последние новинки этого года Гарнитура без петли Powerbox и Minibox А также Bluetooth очки, рации и многое другое Подробнее на сайте microelf.ru Фильм, повествующий о хоккейной суперсерии СССР Канада 1972 года И о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова Легенда номер 17 Первое место Первое место Фильм о молодости и начале карьеры легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова Задумывался еще давно Но снимать его стали только в 2011 году Фильм повествует о том, как Харламов попал в хоккей Как он прошел путь от хоккеиста в неизвестной команде в глубинке России До одного из ключевых игроков сборной СССР Что ты там как глист избиваешься? Защищай ворота! В роли хоккеиста выступал Данила Козловский А в качестве некоторых второстепенных ролей выступали родственники Харламова, сын и сестра Фильм повествует о первом матче суперсерии СССР Канада 1972 года Именно в том матче Харламов продемонстрировал легендарную выносливость И в середине игры вывел команду вперед Несмотря на автобиографичность фильма Множество моментов показано из более поздних матчей Или несколько искажены травмах хоккеиста Но тем не менее, фильм оказался настолько хорошим Что был удостоен шести премий «Золотой орел» А создатели фильма получили государственную премию РФ за 2013 год Я вам горжусь Вы лучшая в мире команда А чтобы голосовать в следующих топах, вступайте в группу, подписывайтесь на канал и ставьте лайки А также смотрите наш новый клип «Little Big Give Me Your Money», ссылка на который есть в описании С вами был Илья Прусикин Подписывайтесь на мой канал Пока Я буду рад как четкий пацанчик мелодии из фильма «Бумер» на своем телефоне Если ты подпишешься на канал А также посмотришь 10 отвратительных блюд И видео о том, почему ты не должен был родиться Субтитры сделал DimaTorzok